А для женщин, не знаю, тут, ну вот вы сами почувствуете, что здесь такое, я прощу вот эти несколько писем, просто для пробы. Послушайте, я вас не люблю, мне приятно вас видеть иногда, иногда, мне приятно с вами говорить всегда, мне приятно, что вы у меня где-то неподалёку, но я вас не люблю. Я могу без вас жить неделю, я могу без вас спать неделю, мне приятно знать, что вы придёте, но я вас не люблю. Я могу без вас есть неделю, я могу без вас писать неделю, я могу закрыть глаза и вас не видеть целый день. Я вас не люблю. Я вас не люблю за то, что могу жить без вас неделю. Я вас не люблю, потому что не пойму, когда вас нет неделю. Я вас не люблю, потому что сплю без вас. И потому что, когда вы, наконец, являетесь, у меня такие не мои глаза. Сидите спокойно. Зачем вам человек, который вас не любит? Теперь вы, моя милая, вас я, оказывается, люблю. Я проснулся с этой идеей, и мне приятен весь день. Бывает такое с утра и до обеда. Да, я вас люблю, это решено. Но, во-первых, когда я вас встречаю случайно, я жалею, что не делал этого раньше. Мне приятно взять вашу ручку, ее мять и гладить, следя одновременно за выражением ваших глаз. Два серых фонарика, где ручки-проводки, а я батарейка со своими плюсами и минусами. Я зажигаю ваши глазки и сразу понимаю, что я вас люблю. Да, я это делаю. И не обвиняйте, я могу уже жить без вас, и я это делаю по независим причинам. Но когда я вас вижу, когда я беру вас за ручку, когда я ощущаю этот нежный пятипальчиковый комочек, я одновременно смотрю вам ваши глаза, и одновременно целую вас в ваши губы, передающие вам туда внутрь мои позывные, и ушки щекочу, и огорчен бываю, что не вижу ваших глаз и губ, когда целую. Одновременно я себя преодолеваю, чтобы взглянуть, а вы, как я или иначе, моя услада, мой восторг, мои живущие отдельно штучки. Боже мой, оставьте мне, а сами уходите. Вы мне не нужны и ваши взгляды, они мои, в общем-то. Из них я вырос, а вы еще несете, и ваши мысли я не предвидел и вложил, а теперь вытрясти из вас и выбить, в общем, нет сил. Да потеряй же. Не сообщай, и помолчи. Вот так. Дышите, не дышите. Теперь на спинку глубже вдох, моя забава, как я вас люблю. Невозможно. На, бери. Держи свое, а мне мое. Ну, позвони. Ну, хорошо, такси, такси. Ладно, все. Теперь вы, прекратите. Это случайная встреча. Не преследуйте меня. Откуда у вас такое ощущение? Я никогда. Земля круглая, только его преследовать непонятно. Ах, это я вам звоню? Не помню, ни за что. Когда я не возьму трубку, вы там сидите. Где 966? Посмотрите, сколько нас вокруг, немытых, нечесанных, готовых на все. Пресекайте. Набирая номер, держите себя в руках. Я не женюсь вообще, а на вас в частности. Я проверял вас двое суток. Ваши шаги на кухне отдавались в моих мозгах. Вы шумно дышите днем и ужасно храпите ночью. Кроме того, что это за манера? Делать себе уколы и вскрикивать. Видимо, вы больны. Немедленно скажите, чем. Кроме того, я допускаю, что жена может быть на 18 сантиметров длиннее, но сороковой размер, стоп, я не переножу. Меня пугают ваши тапочки. Мне кажется, у нас дома милиция. А ваши обеды? Мы же после них долго не можем видеться. Отпустите меня, откройте дверь и выпустите. Не нужно мять мое тело. Видите этот синяк? Это ваши щипки. А эти укусы? Никто не верит, что это человеческие зубы. Зачем вы хотите, чтобы я на вас женился целиком? Можно я вас буду просто любить? Выпустите меня. Я буду сообщать, где я. Ну, не надо, мне тяжело. Мне нет воздуха. Мне грудь давит. Снимите ее, ну, пожалуйста. Она очень горячая. Даже когда она случайно попадает на меня, я задыхаюсь. Не приближайте рот. Вы опять поели этот салат. Я же просил, хотя бы на ночь ешьте молочное. Вот тут заходил этот парень здоровый. Может, он на вас женится? Ну, почему именно я? Ну, у меня могут быть, в конце концов, другие планы. Ой, туда не щипайте. У меня потом синяки, и я и так уже говорю, что это от комода. Чему вы будете меня тренировать? Немедленно откройте. Я хочу выйти. А если мне надо? А если я все равно выйду? А если вы не догоните? А если я не хочу? А если я не выпью? А я вот так в кресле всю ночь. Тем более, что мне вообще сегодня нельзя. Теперь ты, детка, думай об уроках непрерывно. Челочки и шелковые сними, и марш в детсад. Дядя хочет тишины. Дядя устал. У дяди болит душа и не действует тело. Иди, детка, играйся. Что ты суешь? Кто тебе дал этот адрес? А уголовный кодекс у тебя с собой? Нет, дядя не отдает себя всяким малолешкам. Дядя живет в обществе, где за это могут крепко посадить. Дядя старый. У дяди больные ножки. Зачем ты это делаешь? Нет, кроме валидола в доме ничего нет. Ни в какой гастрономии. Иди, девочка, в школу. Нет, и я из-под одеяла не вылезу, и ты сюда не влезешь. Ой, ты откуда прыгнула на дядю? Сойди быстро. Дядя вырвется. Ну все, боднула дядю в живот, теперь отойди. Ай, это ты чем, глазами? А чем? Да что же это такое? А если дядя крикнет? А если дядя стукнет в стенку, там лежит такой же, и мы вдвоем тебя скрутим, и маме будет неприятно. Девочка, немедленно, слышь, отпусти. Вот это, то же я сказал. Слышишь? Ой, ты что? Кто тебе этого научил? Садись. Ну нет, но это же не так делается. Ты что? Что это за ребенок, господи? Эй, люди, есть кто-нибудь? А ну пошла отсюда, ах ты, царапаться, а ты кусаться? Хорошо, завтра покажу. Все. Нет у меня макулатуры ни для кого. Тут еще у меня какое-то такое есть. Ну это я все читаю такие, ну, наметки вам, чтобы было понятно. Ой, теперь вы, моя сладкая, снова ваше мяуканье, приглашенное телефонными помехами. Вы вернулись из деревни? Да. Уже 1 сентября, и вы едете на работу, вместо того, чтобы гулять по улицам. Вы заглянете в помещение с вывеской и проведете там несколько восхитительных дней. Увидимся. Эта мысль... Да, давайте увидимся. Эта мысль родилась у меня где-то и пошла вверх, и дошла до головы, которая вам ее и сообщает. Вы собирали грибы. Боже мой, любимое блюдо. Вы пропахли парным молоком, обожаю этот запах. Я не закурю возле вас, чтобы запах парного молока еще долго сопровождал вас и передавался мне. Да-да, готовьте грибы, моя прелесть. И не забудьте про гарнир. Выйдите гарнир до или после. Да-да, мы решим. Мы решим, да. Как десять дней в деревне, никаких романов. Почему моя змейка? Такая, такая, мужчина такая. Ну, впрочем, эту порядочность я в вас подозревал. Она где-то гнездилась, как уходящий утренний туман. Ну, пожалуйста, никаких туманов в четвергу. Я еду с поднятым забралом. Прошу вас, ключ от ваших лад. Ну, и так далее. Что же вам, не смешно, что ли? А мне нравится, но характер в нем есть. Теперь вы, графиня, ваше сейство, я не явился на нашу встречу. Я проклинаю себя за это, и вряд ли в мире есть человек, которого я больше ненавижу, чем себя. Но я тешу себя тем, что моя одежда, манеры, плохой язык и, главное, неумение общаться с женщинами, подобными вам, объединили бы нас в этой ненависти. Ваше сейство, я настолько себе представляю свое материальное положение и жилье, что появление в вашем доме не могло бы считаться нескромным намеком на изменение этого. Ваша красота и образованность, и мое глубокое чувство обязывали меня явиться вовремя. Я опоздал. Вы вышли замуж, произвели множество детей и внуков и спокойно отошли, так и не узнав меня. Я явился только через 150 лет. В сером финском костюме, польском свитере, в гугославской обуви с высшим техническим знанием иностранного со словарем. Я живу вполне в вашем имении, теперь тут микрорайон. Скорость моих «Жигулей» не сравнить с тремя вашими клячами. Между прочим, в Петергофе каждую субботу поливаюсь из вашей шутихи. А там, где вы танцевали при свечах, у нас дом дружбы с нормальными дисками и чешским пивом. Я вам обещаю, что выколочу из райисполкома двухкомнатную и жестяной гараж, достану английского стирального порошка «Блюэ» и заживу как граф, регулярно отмечая международный женский день вот в такой компании. И не надо мне мозги пудрить, каждому свое. Графиня написал. Так. Ну и все такое. Мадам, я нахожу, что наши с вами отношения зашли слишком далеко. Эта переписка, эти невусмысленные взгляды, которые я бросаю в ваш взор, ну, конечно, эти ночи, что, видимо, главное. Вы знаете, да и, вероятно, вам говорили, что я делаю карьеру. Мы будущие работники аппарата. Конечно, можем иметь женщин, хотя в более скромных количествах, чем, например, артисты, юристы и так далее. Но обязательно из нашего круга, то есть аппаратных дам. Дабы информация, высочившаяся наружу, тут же была загнана внутрь. Так как я делаю карьеру, вам, видимо, об этом говорили, да, это и видно. Я уже имею информацию, в частности, о подземных переходах, продуктах и так далее. У меня есть подозрение, что прошлой ночью я распространялся на этот счет. Надо сказать, что вы, мадам, вместо того, чтобы присечь своими поглажьями и так далее, способствовали выходу дополнительной информации. И жалоб на якобы нашу жизнь, на якобы наше жилье, на якобы наше качество, которые мне в основном не свойственны никогда. Я бы просил вас забыть, но я понимаю, после этой просьбы вы будете помнить, как никогда. Поэтому не прошу вас забыть, но молчать. Это мое право, я купил его жестокими унижениями, беготней, когда только замышлял начинать делать карьеру через стенгазету, местком и так далее. Рапорт о наших взаимоотношениях не пойдет дальше районных организаций. Но и вы, мадам, должны добиться полного молчания со своей стороны. Причем сообщить мне об этом письменно на адрес районных организаций. Прошу звонить только по служебным надобностям 274-8-15, просить и у помощника заместителя второго секретаря по проблемам, терпящим отлагательств. У меня, девушка, относительно вас, девушка, у меня были планы, которые я, слава богу, не осуществил. Вы, оказывается, пожилы. Мои 41,2, когда у меня еще все спереди. Я встретил вас, у которой ничего спереди нет. Вынужден сообщить, что мы с вами рвем. Вы пожилы. Вам 36,6, мне 39,8, точнее 41,2. Ну, вы же знаете, что такое мужчина в моей 39,7? Это дуб в цвету, это стакан бродячего вина. Короче, это зимний сад. Какой я, так сказать, в ходу, не мне вам говорить. Я сейчас жду письмо из Казани, где это должно быть подтверждено. А что такое женщина в 36,6, вы сами знаете. Тот-то, я смотрю, у вас потухший взгляд на вещи. Тот-то, вы так ловко управляетесь на кухне. Тот-то, смотрю, вы все убрали, приготовили, пока ждали меня, все заштопали. И перестирали. Тот-то, вы так преданы все звоните, как я себя чувствую. Вот откуда эта забота. И вы, простите, и выглядите хорошо, тут и придраться не к чему. Я мужчина в 41,2, энергичный, жизнерадостный, какой-то емкий весь, понимаете. Смотрю вокруг и далеко вперед, взгляд свежий, четкий, глаза красивые, серые, брюки новые, бежевые. И вообще весь какой-то подтянутый, быстрый, как молодой артиллерист. Когда я проезжаю в трамвае, молодежь засматривается. Читали ли вы, ли вы? Вернее, читали ли вы, ли вы с Амарсетом Уэма? Думаю, что нет. А я и Эдгара По. То есть, если мы с вами сядем писать диктант, я вам 10 ошибок гарантирую вашим. Вам могут сказать, он дурачок. Не надо спорить. Людей не переубедишь. Я слежу за собой, как и за другими, на мне все, что не достать. Вы видели эти зеленые линзы? Это Цейлс Карл из ПНР. Туфли из ПНР, костюм из НРВ. Носки из ГДР. Конечно, при вас я стал ухожен, я стал сыт, я перестал быть нервен. Это да. Но вы пожилы. Буквально через 4-5 лет у вас откроются такие болезни, о которых мне вам страшно сказать. Сколиоз, вы слышали? У вас может быть. Я прерываю себя, мне страшно, мы с вами рвем. Не ждите меня к обеду. А еще мы же меня... Да, да, да. Я снова в клуб, кому за 30. Но на этаж ниже, ниже, поищу, кому за 20. По стране и по голубоглазии. А еще меня можно встретить в комиссионах, где я ищу, чтобы одеть. И в детстоловых, где я питаюсь. Тем, что они дают. Многие скажут, что я идиот. Не спорьте с ними, людей не переубедишь. Ваш бывший знакомый, член клуба, кому за 30. Ну ладно. Ну, такой еще. Женщина. Я с женщинами не люблю. Я с мужиками люблю. Смешные они. Конечно, я осторожно с ними, а то еще морду набьют. Есть же среди них нервные. Я что? Я себе работаю билетером, дети у меня двое. А еще, видишь, красивые, молодые и очень веселые. И подруги у меня такие тоже красивые и одинокие. Мы как соберемся, бутылочку красненького, и первый тост у нас за неустроенных баб. Я веселых люблю. У меня квартира своя двухкомнатная, чистая, тепло. На мне все чистое. Подруги хорошие. 8 марта погуляли, мы вернулись поздно. А ночью звонок. Открывает двое военных в полковнике с цветами. И подруга. Это говорит, мой подарок тебе к 8 марту. Нет, конечно, мужчине надо все подсказать. А этот очкастый, бутылочку красненького и кусок рыбы копченой. Это мужчина? А второй в коридоре меня прижал. Майор, я вас люблю. Где, говорю, любовь? Бутылочку сухонького и мампаси. Это у вас не любовь, а увлечение. А этот все кроссворды разглядывал. Проверим ваши умственные способности. Сила только из пяти букв. Ну, я его и положила с детьми. Таксист меня везет, я ему шведский журнал. Он севшим голосом переворачивает. Осип бедный, а руки на руле. А майор, говорю, вы меня не любите. Вы на такси даже не провезли. Целый день на трамвае. Это не любовь, это увлечение. В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, и на здоровье. Но это бесшабашность. Куда хочу, туда хожу. В конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так. Пусть пока пропускают. Не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязкость. Пусть стоят и пока пропускают. Уже само их присутствие. Сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. И они ничего не спрашивают. Пока. В том весь эффект. И уже дисциплинируют. Ну, в любой момент можно перекрыть. И специальные команды имеют доступ к любому дому и так далее. По контуру площадей, по проходной. Вдоль забора идет человек, руками об забор. Ну, допустим, 3-4 перебирания по забору и в проходную. Где его никто не задерживает. Хотя дежурные, конечно, стоят. Красочка особая на заборе. Ну, там отпечатки и так далее. Да, боже мой. Ну, никто с забора снимать не будет. Бояться нечего. Ну, в случае ЧП там отпечатки на заборе. И куда ж ты денешься. А пока пусть проходит. И без документов. Хотя при себе иметь. И это обязательно. На случай проверки, там сверки, ЧП. То есть, когда идешь на дежурного, уже хочется придавить что-нибудь. Ну, придешь без придавления, только мучиться будешь. А со временем стесняться проверок никто не будет. Позор будет непроверенным ходить. Где более появляться неожиданно и где попало, как сейчас. Или там кричать «мой дом, моя крепость» от внутренней распущенности. Но в коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать, конечно, с выхода из дома. Там короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. Ну, а если вот там дома никого, тогда куда и так далее. Ну, тут же сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Да, ключик на доску. То есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя окончательно брошенным на произвол. Разъяснить, что приятнее идти там, лежать в ванной, когда знаешь, что ты не один. Что бы ты ни делал, где бы ты ни был. Ну, то есть, буквально голая степь, а ты не один. И при любом звонке тебе нечего опасаться, поднимаются все. При любом крике, а у людей по земле выскакает общественник, туалет за углом, там Ригорий 238. Но это уже ЧП, гулять надо все-таки полчетвером, полпятером. Все-таки. Полчетвером, это так. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировочка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Ну, хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Ну, чем-нибудь буквально, ну, до той же печати. Ну, ставить время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался там. Контроль личных сумок даже не надо в каждом доме. Только в узловых пунктах. Там подземный переход, вокзал, базар. Для чего? Чтобы примерно питались все одинаково. Это что даст? Одинаковые заболевания для врачей? Одинаковый рост, вес для поживочных мастерских. И, конечно, поменьше незнакомых слов. Поменьше. Употреблять, ну, буквально те слова, что уже употребляются. Чтобы не беспокоить новым словом. И для красоты через каждое из вас два слова вставлять. Отлично, хорошо, и так далее. Ну, к примеру, хорошо вышел из дома, прекрасно доехал, отлично себя чувствую, одолжен рубль, и так далее. Начинать разговор. Начинать разговор. Говорит номер такой-то. Да, для удобства. Вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это и для учета легче, и запоминается. Ну, допустим, привет Григорию 256-32-48. От Ивана 3-38-41. Пятизначный. И уже ясно, из какого города. И не надо ломать голову над тем, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет. Но очень простое. Я даже думаю, устное. С перепиской тоже упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Ну, вначале, вначале, конечно, непривычно там выводить долго, но настолько облегчается работа почты. И в таком состоянии много, конечно, не напишешь. И, конечно, вместо автоматических телефонных станций я бы восстановил старые. С наложниками, вот и ручным втеканием в гнезды. Вот подумайте, много даст. И много людей освободится. Причем для упрощения удобства с выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает высококлассный международный контроль. Ну, а не дай бог, при выходе из государства вовсю трудится наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием безвыходной. Но у них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не троить, чтобы не беспокоить. Ну, то есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать ни, ты понимаешь, ни родной город, ни родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно и бесповоротно родным. Спасибо за внимание. Такой маленький проект. Да. Да. Ну, попробуем-то такая вот миниатюра. Крик в кабинете. Отдайте наше заявление. Вот вам ваши документы. Никогда. Только после документов. Пишите заявление на отдачу документов. Если что заходил, берите документы, отдадите заявление. Анкеты заберем. Анкеты заберите только по данным документам, согласно поданному заявлению, по руководящему письму от 16 декабря. Э, нет. Нам эти неприятности не нужны. Вы возрастите заявление по данным документам и по распоряжению на входящее будем переходить. Придете только по письму, отданное документом с полными анкетами согласно-временной инструкции УВД. Что? Мамочка. Я же писал заявление о поданных документах и о переходе согласно-распоряжении по циркулярному письму ГАИ на УВД-48. Верните наше заявление. Вот вам ваши документы. Нет. Только после согласования и распоряжения по временной инструкции от циркулярного письма. В таком случае получите документы на переход и дайте анкету без заявления на переход. Получите только сигнальные экземпляры при получении справок о переходе с заявлением на право передачи УВД. Ай, УВД, Ай, УВД. Хорошо. Если ты такая сволочь, верни входящие на переход от инструкции 3С573 6% данные по циркуляру Минавто. Может, я и сволочь. Я здесь сижу не для того, чтобы менять выходящие получением на документы циркулярного письма. А для чего ты здесь сидишь? Я здесь для согласования переходных инструкций по данным документам циркуляра УВД на нормативы. Какого мы о себе мнения? Значит, не отдашь головные экземпляры циркулярного письма по УВД? Нет. В таком случае получи документы и заявления об испытаниях НИИ СКБ по циркуляру ГАИ. Но, видите ли, мы спорим, но не издеваемся. По согласованию о внесении в реестр УВТ без аварийности, вы больше не называйтесь, вы переходите на личности. Вы сами пошли на обострение. Хорошо. Иду на смягчение. Давайте циркуляр РОВД с действующим письмом происходящим, и вот вам ваш заявление. Вы меня не пугайте. Если хотите мира, забирайте нормативы проходных пород, и вот документный циркуляр по проведению испытаний по вопросу МИНАФТО. Но, наконец-то, вижу нормального человека. Ладно, забирайте протоколы заключительных по битвам без всякого перехода, и закончим этот спор. Только без заключительных протоколов. Черт с тобой. Но хотя бы переходной циркуляр. Да, даже с инструкцией по переходу от РСП на исполнение. Ну, ты мотаешь нервы. И ты крепок. Ну, пошли. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Так, это, значит, старого холостяка. Ну, еще к женщинам тут есть такой старый холостяк. Ну, мне не хочется еще. Видишь, девочка? Хочешь, познакомлю. 226, 15, 48. А вот блондинка идет. 143, 14, 59. Лида. Блондинка идет. А вот та, рабочая, 247, 49, 53. С 9 до 6, перерыв с 13 до 14. Жуковская, 38, квартира 6, 5-й подъезд. Эта вышла замуж недавно. Живут хорошо в новом доме. Ленинский, проспех 68, корпус 3, квартира 4. Ну, уже полтрескается, плитка в ванной обвалилась. А вот идет Лида Скрябина. Аспирант строительного. 105 рублей. Два месяца каникулы. Рабочие 136, 42, 368. Домашие 244, 229, 45. Волосы крашенные и что-то с почкой. А вот муж и жена Островские, Петя и Катя. Одеты просто о бриллианты, зашитые в мешочки с нафталином. Что цепляется на ковер от Молли. Здравствуйте. Основной в левом верхнем. 84 карата. Здравствуйте. Как дела? Ничего, спасибо. А это Женя. Симпатичная девочка. Подходить не стоит. Любит одного актера. Тратит все деньги, чтобы он ее заметил. Ну, он ее заметил. Теперь там трагедия. Вчера была у гадалки. Здравствуйте, Сидор Иванович. Выпихивать на пенсию не хочет. Насмерть стоит. А его молодежь снизу подпирает. Сегодня всю ночь писал в горком. Не послал. В кармане держит. Фраун. Здравствуйте. 29 лет. Не мужчина. Мама в отчаянии. По всем курортам головой об стенку. Завтра везут в Ленинград к знаменитому профессору Зильберману. Но сам Зильберман, как показала его последняя женитьба. Здравствуйте. У нее посаженный отец. Артель ночные розовые очки. Обеды устраивал. По 100 человек приглашал. А кому-то обед не понравился. Здравствуйте. 273-48-19, добавочный 51 с утра до 11. Могу познакомить. Три комнаты в центре с родителями. Но если нажать, папа построит кооператив. Но внешне хромает. Заставляет желать лучшую. Но в то же время кооператив. Здравствуйте. Шепелявит, картавит, прихрамывает, умна как бес. Курит, пьет, но первое время скрывает. Защищает диссертацию. Ого, целый автобус пришел. Оля 274-48-19, Катя 245-19, Маня, правда стара. Сделал на особую перечень, чтобы все еще один- uno не UFC 245-20. Скорая из себя, его корнее перевел. Иду. Так, я ваш новый начальник… Так, я ваш новый начальник. Вам подтвердило. У меня военная дисциплина. Что это за слова? Чьи это слова? Что это за вид открывается? Это мой вид, так сказать. Начальник, чушь, липа, многословие. Могу обидеть. Задаю вопрос. Вы инженер? Ну вы же просматривали. Многословие, липа, не смейте. Тихо. От меня никто не уйдет. Захвачу, живем. Мы делимся по охвату проблемы. Я знаю одно, он другое, ты третье. Этот не знает ни черта, значит все вместе мы знаем все. Четвертое я не должен знать, он исполнитель. Биологически. Тишина. Я энергичен и быстро. Ты медлительный, ты нерешительный, ты никакой. Значит все мы вместе в кулак, где я большой палец и голова. Тебя это не обижает? Это биологически. Вам нужен был решительный, беспощадный, беспардонный человек, неразборчивый в средствах. Тиран, деспот, сволочь. И судьба вам его не спасла. После работы каждый из вас шепотом молится за мое здоровье, сохраняя атеизм. Ты со мной на ты, да, переходи на выезд вперед. Будем вместе сжигать мосты. Ты сжег мосты? Нет, у меня все нормально. Но рабочий ответ должен быть лаконичен. Просто нет. Не объясняю причины. Причины не тесуют дураков. Я догадался. У тебя все гладко, школа, институт, завод. И наконец-то тебе подфартило, ты подо мной. Число? Какой сегодняшний? Глупый ответ. Когда я спрашиваю число, ответ должен быть 30, не 30, не 31, или 30 и 1. Я тебе говорю, месяц, ответ 4. Лаконичен. Какое число? 26. Встань, пройдись. Чушь. Чушь, вихляние. Нет цели, энергии. Так не идут нас. Садись, вяло. Рыщешь задом. Рыщешь задом, теряешь время. Нет экономного падения по вертикали. Начнешь все сначала. Всю жизнь. Ты неудачно ее прожил. Пьешь? Нет, пей. Я отвечаю. Будешь решительным и смелым, как я. В скандал ввязывайся сразу, выходи медленно. Ты куда? Уже 10, надо работать. Стоп, все по моей команде. Я все скажу. Я один знаю, когда начинать. Мы опять делимся. Я знаю, когда начинать и кому делать. Ты знаешь, как делать и что. Не думай, живи легко. Я тоже мало думаю. Будем жить легко. Страна сейчас нуждается в людях действия. Дай спецовку. Засучи мне рукава. Теперь сними себе спецовку, надень на себя. Видишь, она уже с засученными рукавами. Потому что я лучше соображаю, а ты лучше закатываешь. Это сложная вещь. Починенный. Да, непростая штука. Начальник. Вся суть в толковом распределении труда. Ты не должен делать того, что могу делать я. Бери книгу, читай в стул. Приказ по министерству. Правильно. Видишь, у меня руки свободные. Я не могу душить, штопать, закусывать. Я специалист. Ты мне читаешь слух, а я принимаю решение. Не читай этот приказ, читай другой. Но пока я вам читаю, мы оба заняты. Совершенно верно. Усёк, подстрел. Но могу я бить. Время половина второго. Бестолково. Что, день, ночь? Мне непонятно. Как же непонятно? Светло. Вот это не твое дело. Решаю я. Твой ответ чёток. 13.30. Игорь, всё в днём. Мозгами шевелю я. Важно нам обоим не терять время и чётко организовать труд. Время. 13.40. Видишь, уже 10 минут прошло. Что это значит? Это значит идёт рабочий день. Нет. Значит, твой ответ учитывал изменения во времени, происшедшие с момента подачи первой информации. Почтенённый, так точно. Теперь, хорошо ли тебе виден циферблат часов? Почтенённый, вообще-то различить можно. Это не ответ. Ответ лаконичный. Да или нет? Да. Ты мне кажется, сейчас докладываешь о времени. Но ваши часы перед глазами, вам только поднять глаза. Вот это буду решать я. Моё время ценится дорого. Я специалист высокого класса. Ты классом пониже и выглядишь хуже. Организация твоего рабочего места. Это у меня стол, вот стул. Догадался, вижу, доволен. Слева клади карандаш, ручки, измерительные приборы. Я привык справа, переучивайся. Сверху чистая бумага, арифмометр, счёт и линейка. Я привык... В столе перепривыкай, время не ждёт. Я молча протянул руку, реагируй. Пожать? Вложить туда прикуренную папиросу. Я не могу этим заниматься, моё время слишком дорого. Но ветранница в наших окладах всего 5 рублей. Я сказал, я деспот. Ты согласился, я чик действия. Рабочее время привести в изготовку, доложить, готово. Переложить ручки бумаги, да. Готова ли бумага, да. Ясны ли вопросы наших взаимоотношений, да. А теперь будем ждать работы, которой нет уже полгода. И всё из-за чего? Пожди, из-за высоких нагладных расходов. Не знаю, мне чё-то смешно было. Маленький и высокий, маленький. Ну чё ты трусишь? Перестань терпеть. Обидели в рожу. Вот так, вот так, и всё. Пусть поймёт. В следующий раз тебе никто ничего. Все увидят. Ты стоишь за себя. Услышу, обернулся хрязь высоких нычи. Да не могу я. Не могу я по лицу ударить. Они же только мне говорят, а мне надо из себя выйти. Я не могу сразу. Маленький, он тебе такое говорит. И шляпа, и рохля, и что ты на стороне зарабатываешь, и что у тебя дома шуба, а ты ходишь. Ну, что он говорит, что? Высокий, ну что я за деньги консультировал, 500 рублей взял, и, мол, золото покупаю, и ещё что. Что дома шуба, а я на работу в старом пальто. Ну, там маленький. Что, выкладывай. Ну, что отец мой не воевал и не на фронте, а в тылу, мол, а что? Я говорю, идёмте ко мне, посмотрим в шкафу, и справку об отце покажу, что воевал. Маленький, а в рожу? Только удар, больше ничего. Только силу уважает. Высокий, я не могу бить человека по лицу. Ну, разве тебя это не бесит? Ты не взрываешься? Высокий, нет, он дурак. Я ему хочу доказать. Зачем бить? Я ему должен доказать. Пусть он увидит. Пусть он придёт ко мне, я ему покажу, я всё расскажу. Откуда у меня то, что он говорит? Ну, пусть он с кем хочет приходит. Мне не надо доказать, я должен убедить его. Пусть обыскивает при свидетелях. Маленький, что ты докажешь? Что ты докажешь, дурачок? Ну, нет у тебя. Он скажет, спрятал. Он скажет, поддел. Он скажет, закопал. Он всё скажет. Кого ты хочешь убедить? Разве убеждали тогда? Разве можно было доказать? В рожу, кулаком. В драке победить или не победить? Это уже не имеет значения. В тот раз ты мне рассказал, он ударил кого? Что ты сделал? Высокий, ничего, что я сделал. Маленький, что ты врёшь? Ты же полез между ними. Высокий, да, я не мог видеть. Она маленькая упала. Высокий, маленький, ну. Я встал между ними, но он предупредил меня, что ударит. И ты упал, а он ушёл. И все это тебе говорили. Они говорили, почему ты его хоть раз не ударил? Маленький, ну хоть раз. Высокий, не могу я. Не научили меня. У него лицо, глаза. Как же я ударю? А вдруг попаду? Он же потом, ну, поцарапает. Ну, я не представляю. Маленький, ну он же не думал, к каким ты будешь ходить. А он чувствовал ненависть. А я, чёрт, я знаю, стою и думаю, сейчас ударит. Жаль, что упал. Наверное, нужно здорово взбеситься. Не могу я. Маленький, ты дрался когда-нибудь? Высокий, нет, я привык доказывать. Мне возражали, я доказывал, меня понимали. Маленький интеллигент, математик, химик. Кто же тебя защищать будет? Кто же твою жену защитит, если будет нужно? Высокий, нет, я объясню. Я скажу, искренне, я скажу, посмотрите. Ну, пойдёмте, это ложь, вы же видите, это очевидно. Некоторые, ну, пойдёмте, посмотрим. Я покажу всё, все фотографии, все справки, открою все коробки и шкафы. Вам кажется, что я зарабатываю больше? Я учился 15 лет, ещё 5 лет страдал. Тогда вы меня не видели. Мне только сейчас начали платить, но это компенсация за 20 лет моей работы в той жизни. Видите? Вот смотрите, всё перед вами. Они поймут и скажут, убедил нас, убедил. Мы были не правы. Мы от подлости своей отказываемся, мы от гадости внутри себя отказываемся, мы от характера своего отказываемся. Теперь мы верим только доказательствам, а не нашим внутренним порывам. Вы нам доказали, извините за беспокойство, мы уходим на цепочках навсегда. Маленький, ты веришь, что такое может быть, Высокий? Нет. Маленький, значит, в рожу, в пах! Высокий, нет. А ещё у него в руке нож. Высокий, всё равно. Я скажу, я не могу убить тебя. Ну вот из самых последних. Василий Иванович, вы пейте. И вот что. А хорошо вам слышно, да? Василий Иванович, вы пейте. И вот что, Василий Иванович, я хотел попросить. Вы занимаете такое положение? Ты понимаешь? Я такой человек и всё. Вот такой человек. А ты вот такой человек. Да, Василий Иванович. Я такой. Вы закусывайте. Вот съешьте. Закусываю, съедаю. Потому что такое себя Да, такое себя А ты мне нравишься Да, ты мне нравишься А что, я не прав? Я не прав? Скажи, я не прав? Правый А почему я должен не приходить? Почему я должен не есть, не пить, если ты меня приглашаешь? Я должен не есть? Не должны Ты меня не знаешь Нет, ты меня не знаешь Я прав? Нет Я не прав? Правый Ты меня не знаешь у вас все знают никто не знаю вот такой счет запомни я знаю почему ты меня пригласил но это неважно нет неважно я вас пригласил потому что мне очень приятно а если мне очень приятно и это делаю невзирая 80 я не верю что тебе это приятно но я знаю что делаю я могу и выгнать конечно можете но мне очень приятно я не верю что тебе это приятно но вот очень приятно я не верю но я это делаю я такой человек вот такой человек неправда мне очень приятно василий сеевич наливай себе не стесняйся спасибо я налью 8 я бы иначе не пришел и черта с два бы я пришел думаешь ты один меня приглашаешь я откажу принимаю я человек железный если мне кто неприятен могу ни капли не выпить а с тобой нет тебя люблю и пил из твоих рук ставь стол я твой вот такой человек да я такой человек вот такой я человек именно такой человек помните я к вам подходил я вас тогда просил а вы сказали каждый каждый хочет чтобы я пил в его присутствии им только улыбнись и сразу что-то просят ты понял все просят и каждый просят звонят и просят в коридорах кабинете на улице пять минут о погоде и попросил понял как жена как дети и попросил 500 звонков с просьбами 300 встреч с просьбами два обеда с просьбами три бани с унижениями вот ты умный ты интеллигент что ты будешь делать да возьмись да все время один потому что все время один и потому один все время да я такой человек такая дружба один просит время а другой не прячется а такая дружба да такая дружба это охота да это охота это охота да они дружны не дружно и поэтому друзьями тяжело их нет все до ордера ордер и открытки на новый год нет нет открытки звонка нет пока лекарства не понадобится да пока не понадобится лекарств да именно ну а ты со мной будешь дружить долго ты меня будешь долго любить а я да конечно но у меня же простой вопрос возле лишь просят просят почему только у меня потому что такой я человек да я такой человек возле здесь ты знаешь кого бы я полюбил того кто бы меня ничего не попросил я бы для него все сделал ты вилайте ты видел этих просящих у них в глазах это все и в руках руки дрожат отвратительный народ возле здесь но я по-моему ты тут ни при чем то ты тут ни при чем я почему тебя люблю почему потому что ты у меня ничего не попросишь дело же не в любви мы же мужчины можно и не любить особенно нет если не люблю вообще ничего не сделаю и говорить не могу да конечно любить обязательно это конечно это смешно это естественно поэтому я рад если вы меня полюбили да но ты это заслужил за то что ты не ни о чем не просишь и не попросишь никогда поэтому я тебя и пригласил за этот очень скромный стол очень на очень неказистый возле здесь я пытался извините но три четверти меню вычеркнуто на остальных стоит нет это вот домашняя селедочка вот тут я жена вот в портфеле я солененькая тут ты прав очень противный стол обидность то незаслуженный одни оскорбления на столе обиды не позволял я себе такого давно не позволял не заслужил вот эта канистра с динатуратом так домашний после стирки осталось а я хотел не один прийти с человеком который решает много решает другим не дает сука люблю я его но его обидеть рука не подымается хорошо что не взял я уж ладно я снесу мне деваться некуда я пришел буду жрать это трепье эти галыши влезать а он то чего виноват хотел со мной сука я его еле дверь отсек подонок его то за что чтобы он со мной месяц не разговаривал ты не желудочник да нет не все можно и мне все можно поэтому ты сгорел что ж ты натворил что это за стол знал бы я тебя не пригласил такой я человек вот такой человек да ты вижу скоро пойдешь уйдешь видимо отсюда к чертям или еще посидишь ты если не можешь не сиди а встречу мы перенесем да перенесем точно вот это да мы будем считать что ее не было и ты будешь и ты будешь считать это засчитывать ее не будем не засчитываю потому что если мы ее засчитаем это будет тебе поражение не дружить со мной не любить меня даже узнавать меня я тебе не позволю такое не прощаюсь а я твердый человек да я такой очень твердый да именно точно точно да твердый мы эту встречу перенесем туда на вторник на вторник так у меня все должно решиться в понедельник а если прямо завтра нет ты не готов к вторнику успеешь я возьму степан николаевича гришу попробуем все сначала я тебя буду любить а теперь иди ко мне придут иди пока я тебя не разлюбил закажи еще на двоих и уходи только же есть чтобы я тебя простил тебя сейчас это главное а я буду их кормить чтобы они тебя тоже решали попытайся очень быстро уйти ну да встречи ну дай тебе бог это нормально ну вот вот это ничего нормально вот трудно у нас пробиться изобрел что-нибудь это на талант талант а если ничего не забрел ну не там сидел в это время так что не талант а ты проверь укажу человека есть я точно знаю может от пива могу столько заглотать что другой разорвется может я рисую углем на заборе я же сам не знаю а никто же не даст попробовать дай кисть зачем ты там пишешь стихи дай кисть сюда диктуй я не говорю что должно быть я чувствую что-то ворочается вот здесь нет чуть ниже вот я буду следить а вы ищете пишите талант должен быть ты ждать его заработать может я рисую следами очень ловко на снегу или кипятком на этом же рисую на снегу замысловато весьма рисую в лифте гвоздиком говорят есть свой стиль может со мной интересно поговорить я же не знаю рассуждаю интересно так два раза в месяц рассуждаю только потом не могут вспомнить надо что мы поговорить но как же такие руки у меня золотые ну пока еще кое-что из них валится а работаю хорошо это получается неважно а почему же комиссия не может найти талант вот танцевать не могу а голос у меня очень дальний доставал переправы камни в горах двигал может спать сухой стлю по 3-6 часов тоже люди людей ну не сейчас ну хорошо но потом а талант где-то должен быть главное что мне нравится не надо с восьми до пяти вот что мне у них нравится а то я уже идут там спит а может на сцену собрали что то есть да и сюда набор костей колени с локтями на спину кирзе хрязь что то есть матом матом нельзя да нельзя матом а жениха сыграть такого улюбленного и сюда моя мылая поиск удали бы скорее же ко мне за щекочу затоптал матом нельзя жаль а так уже пошло да иди в живую ось то продайся вперед вперед уперед у дороги жду лежу как ненормальный цветок зубами держу за корень у подарок да продвигайся там вдоль дальше ты поперек чешешь ой тоже не терплю же в темноте ищи по огням из глаз да быстрее же люк то шо ж ты там возь ма там нельзя ну а также я же ну прямо может укуситься же догнать и укусить на бис а ее же догнать и укусить на бис прямо а может этого профессора сыграть ой а ну кася подайте кася мне вон той приборчик теперь вам книги пожалуйста и тусуй тупой 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 вот эту жвилочку что ж вы видите загорелась атакует огонек да на сейчас это ну он работает же накаляется сейчас начнет давать и вибрацию из этих из это пар лучше направляем вам прямо в розу в ноздрю сидите сидите у вас что было еще одну еще где крутила сейчас у нас друг с травм у нас друг с травм перекрутим ее с кишками а ну повернись выгнись к верху держу и тупо ну где подцепили это не дома сейчас сюда уколем отсюда высказать продержу эту кишку ты надевай на кран то ему вставляй дай напор держи 30 минут ты терпи а ты держи потом поменяете больше напор пока слеза не пойдет ведро подставим под зубы под зубы мешок сейчас прогоним эту по эту эту кухню этот вирус он первым должен не стерпеть добавь горячий ну как хорошо отсоединяй от крана от крана а батарея такую больного вынеси во двор прикрывай газета от мух вытаскивай вилку отключай пробор прекращаю излучение все обед у всем пить спирт туалет направо туалет прямо туалет налево туалет во дворе закрыт за пользование стенкой на вопрос как живешь завыл матерна напился набил рожу вопрошавшим долго бился об стенку в общем ушел от ответа японцы ума у них не отнять от ними наш человек в постели так хорошо теперь повернись не так чуть ли вы а так нормально нет вот ничего постой назад ага стой стоп остановись назад нормально от меня от меня нет нет стой стой повернись еще вниз ниже нет это убери вот это дай это отодвинь постой стоп ко мне от меня от меня хватит вот хорош ко мне стоп левей стоп хорош чтоб нет еще не разгоняйся смотри в окно так ко мне от меня утверждай утверждать утверждай все сойди возьмись тени яростно стоп затихает хорош отпусти нет не это вот ко мне ой хорош от меня левее правит правила сохраняйся входи в стоп стоп хорош отойдет не вообще-то не стой поставь все Не знаю, утром купим Все, все Ход, 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 еврейский пароход В чем дело? Здравствуйте Вы хотите войти? Здравствуйте Вы хотите ехать? Здравствуйте Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти Хор надо имени Пятницкого позвать Чтобы ради такого праздника Можно тронуться именно? Да, тронетесь Быстро, у меня куча дел Все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали И так, спокойно всем стоять Сми на мне, ну-ка мне отдать концы Почему именно вам? Тихо, ша Чтобы мухи не было слышно, отдать концы Я говорю гемофон, именно тебе, Яша, отдать концы Почему именно я? Мы идем в Моне Мы поднимем пояса и заведем мотой Мы отходим от печала Как вы отходим? Зачем весь этот маскаед? Если мы пришли, давайте стоять, мне это нравится То стой, то иди Но мы же пароход Пароход, пароход Как минимум надо спасить у людей Яша, я прошу, прекрати пение А, это культу, этот капитан Яша, клянусь тебе женой изи Со следующей есть ты будешь наблюдать с бейгой Мне уже страшно, я уже дрежу Я такой пароход вижу каждый день Это подвода вонючая Все, прикати Пьяние закончили, мы поднимаем пояса Мы отходим от печала В машину Внимание, отход Первый, ну что, будем отходить? Второй, кто сказал? Он так сказал Второй, что же я не слышал? Я тебе говорю, он так сказал Что же я не слышал? А я тебе говорю, он так сказал Но я же был рядом Ну, что же я не слышал? Может ты отходил? Без тебя куда я отойду? Мы отойдем вместе Так что же я не слышал? А если он сказал мне? Ну, допустим, он сказал мне Только тебе да Так ты и отходи Я не поставлю Ну, не палыч Я говорю, он сказал По радио Отдать концы Отходим от печала Первый, слышал? Давай, почему именно я? Я сказал А ну, выкручай, я сказал По радио Отдать концы Я сказал Отходим от печала Выходим в море Первый, выкручай, я сказал По радио Отдать Все, все Так что именно он тебе сказал? Я хочу слышать Ты же слышал Может, я хочу именно от тебя слышать Может, я хочу знать с кем имеют дело. Щелчок по радио. Концы. Что такое? Мы отходим или нет? Что случилось? Почему стоим? Я сейчас такое устрою, вам будет мало места на поеходе. Из-за, ома, немедленно. Подожди, стоп, щелчок, немедленно. Я кому сказал? Я тебе устрою. Нет, стоп, щелчок. А, что я тебе устрою? Никогда. Ты меня? Так их, что и манов. Опять щелчок, это все обрывки разговора. Ты когда-нибудь покладывал кусь? Я тебе устрою плевать. Я тебе устрою. Немедленно отходим, невзирая на парусник. Я тебе... Стоп! Впрочем... Нет, лучше стоп. Хотя вперед. Нет, давай. Стоп! Полный стоп. Все, прикатись вязь. Щелчок. Я тебе устрою. Я на него положил. Я тебе устрою. В гробу я видел этот причал. Я тебе устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня голые боссы будешь стучать в борьбе. И мы тебе из иллюминатора такое покажем. Все, отходим. Мондал да йогу. Хотя все... Нет, полный... Стоп, нет. Стоп, стоп. Я сказал... Откуда это подвисит? Почему мы идем, Изя? Куда мы идем? Где кусь? Где лодцы? Я не вижу ствое. Стоп, стоп. Полный назад. Вы решили вперед? Что вам там видно в машине? Ну давай вперед. Хотя я сказал назад. И вы увидите, как я был пьян. Я изюю ствое. Он голый боссы будет стучать в борьбе. Капитан. Да, что такое? Что случилось? Изя передал? Не хочу слушать. Там прямо по носу. Не хочу слушать. Я с ним... Я его видел в ГИАБУ. Я с ним не разговариваю. Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей буквально два-три градуса, мы сядем на мель. Передай этому подонку. Все мое дело сказать. Я сказал, ходите, верьте, ходите, нет. Сидите на мель и не сидите на мель. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже два часа пробую получить с Ромой мои 15 рублей. Идите, пробуйте. И еще он передал. Если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь. Во что он сказал? В общем, тут есть один остров. Капитан, передай ему вместе с его островом. Ба-бах, удар, все падают в шум в воду. Капитан, а, такой поехал. Нам его дали на сутки проверить, какой он маяк. Я бы думаю, мы это сделали. Эммануил, да, и один уж порт. Песня сидим на мели, прибор на носу, отнялся задний ход. Впереди большие неприятности. Штурман Грюсман списан на берег. Куда он сойдет, покидаю бой, самый последний. Из машины пения. Я всю жизнь в машине, я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все куевы. Капитан, ничего, ничего. Они мне все поломали, теперь я им все поломаю. Ничего, ничего, ничего. Вот вы пассажир. Пассажир, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь. Вы человек свежий. Это экипаж? Это голова Азии. Они все едут в разные стороны. Пассажир, все? Я пассажир. Вы знаете, я это не скрываю. Это не пароход, это не круиз. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл. Замкнутый цикл. И все глотают без выхода блюд. Мы с целью выбрасываемся на мель. Все спрашивают, что я потерял. Я потерял покой. Но я не ищу покоя. Я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по гогли. И надавить на его дикий живот. У меня должны быть свои удовольствия, я их получу. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо домой. И не надо нам искать такси, я уже все договорился. Ночью был дикий грохот. Они сказали, что один дизель сошел с фундамента, но это их не беспокоит. И кто-то у нас спиздил винт на стоянке. И поэтому нас заносит. Ну, они сказали, что уже сами спиздили винт у крейсера. Но очень большой, и нас снова заносит. Но это все мелочи. Главное, что мы не можем отойти. Вот что меня беспокоит. Полку луиза прошло, мы не отошли никуда. Они все время принимают продовольствие. Тут такая скука, что я изменил любовницы с женой. Она так и не пришла в себя. Капитан, эй, на камбузе, вы уже приняли предовольствие? Из камбуза чавкая и напивая. Эх, кто-то, кто-то, это кто-то, это кто-то, капитан? Это я, Юхман, капитан. Из камбуза, это-то, кто-то, это, капитан? Капитан говорит, вы принялись уже, это кто-то, это, ваш и одной, капитан, а я одной. Вы приняли продукты, это кто? Капитан говорит, Юхман, вы приняли продовольствие, это кто? Капитан, капитан Юхман. Камбуз, ну? Капитан, вы приняли продукты, камбуз, это кто-то, кто-то? Капитан, всё, приогоняю, плюю, последний день, камбуз, не тушься. Капитан, когда закончите, камбуз, это кто, кто это? Капитан Юрхман, когда закончите принимать подовольствие? А это кто? Всё, последний раз, чейтям, на вокзал, подамам, камбуз, не знаем. А кто это говорит? Это капитан Юрхман сказал, я сдержу весь камбуз на берег. Камбуз, ой, не мрачьте голову, мы делаем форшированную рыбу и нечего сюда звонить вообще. Капитан, а вы слышали, что вчера отъявились шесть человек? Понос, орелота, кревоизлияние. Камбуз, это не к нам, это в медпункт. Капитан, а не отъявились завтра, камб, это не к нам, это в медпункт. Эф-классим-перетошим, это кто говорит, камбуз, камбуз, капитан, медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю, я сговой. Вот ты не пугайте, я не пугаю, я начинаю, я сговой. Вот ты спокойнее, я спокоен, медпункт, еще спокойнее, без неловов, только без неловов. Капитан, я хотел спросить, еще спокойнее, капитан, я хотел, медпункт, еще, заявляю вам, как вывать. Капитан, я спокоен, но я явлюсь к вам в изоляторе на носилках и перебью все прибои. И самый большой шприц я вам ставлю, куда вы не подозреваете, и без промаха, и в стерилизаторе. Я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь, ваш личный прибой. До тех пор, пока вы не поймете, кто капитан на судне. Медпункт, я подчиняюсь, вот, с два в один. Капитан, какой у вас профиль, медпункт? Я экстрасенс. Я все делаю на восстание. Мне достаточно повойтись по вашей фотографии. Капитан, это я, пройдусь по вашей фотографии. Я отшибу вас то, чем вы лечите. Медпункт, я лечу энергией. Я это делаю даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это дуватское напряжение. Капитан, давай-давай, мейзавец. Снимай быстрее. Сейчас вывыш тувал и поломаю тебе ебра. Медпункт, не отходите от телефона. Я приступил. Повторяйте за мной. Я сдалов, у меня теплые ноги. Капитан, все, снял. Сиди в изоляторе, я иду к тебе, мейзавец. Отъявленные у тебя. Медпункт, вас интересует завтрак, обед или ужин. Капитан, капитанский банкет для руководства. После банкета вся канализация была забита непереваянными кусками пищи. Мы высвеливали куятину из стояков. Кто снимал пьёбу банкета? Что это за сосиски, которые доявяк и визо не может переварить до сих пор? Я уже не говорю разжевать. Тамада после первого тоста отказался выходить из гальюна. Нам не хватило посадочных мест. Я требую пьетоколы санэпидстанции. Медпункт. Теперь? Теперь. Лёгкими движениями вокруг головы. Снимайте излучение вниз. Приводите его вниз по иквам. По иквам. Капитан, сейчас я тебе, сука, дам. Я соединю камбас с изолятой. Ты у меня будешь толочь пелец, а твой повар-бурбиндер излучать энергию. Всё, я... Клади трубку, эксистенс. Это твой последний я сговор по телефону. Ты меня достал. Я найду юзского капитана. Он тебе даст излучение. Но я сайтил Бу... Кто у нас в юбке? Вахтенный. Кто в юбке? Ваша буфесица. Если вы имеете в виду как женщину. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Я не понимаю. Если вы не можете доставить женщине, то отправьте её на учёбу, на моториста, на бальной танце. Я не знаю, не держите на пароходе. Женщина, я никуда не поеду. Я зайду с этого судна последний. Не надо женщину чипать. Я весь этот гадюшник перекантую. Я уже с саданой его любимой на ой прожибу все борта. Кто ему будет делать те бифштексы, что он так любит, капитан? Ой, ой, ой. Через эти бифштексы можно читать. А если вы женщина, буфесица, я-то женщина. А вот ты, капитан, ша, тихо, ша. В чём дело? Где лоции? Где накладные? Я хочу проявить сход гаючего. Тихо, всё, тихо, ша, буфесица. Я тебе проверю. Ты у меня поскачешь. Ты что, забыл, как выжденье в бинокль смотрел? Так я тебя ещё раз подобью. Видимо, у него синяки были. Ты у меня с биноклем и на костылях бареход засранный. Туда-сюда, сюда, туда. Что у меня насчёт ЗАГСа? Два года туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Тихо, тихо, Евдокий Иванович, не мешайте упьявлять судно. Буквельца, кто ж тебе, козёл, не чё, с одной ванночки рыть будет, чтоб тебе парить. Капитан, всё, тихо. Почему вся команда здесь? Что за цик? Я зайдюсь к чей-тям. Кончена моя майская жизнь. Дуся, посылай. Буквельца, шо. Буквельца, шо.